трекер сна показывает что у меня не больше 20-35 минут глубокого сна за ночь при этом сплю долго семь с половиной восемь часов утром чувствую себя вяло и рассказать и раскачиваюсь только к обеду у мужа по трекеру полтора два часа глубокого сна он спит значительно меньше встает раньше и чувствует себя как огурчик как перестать завидовать мужу и улучшить свой собственный глубокий сон значит здесь несколько два вопроса первое качество самих трекеров к сожалению некоторые трекеры очень не точно показывают стадии сна и в частности определенная часть трекеров существенно уменьшает длительность глубоких стадий сна то есть реально человек может спать больше а у него меньше трекер показывает вообще знаете бывает иногда смешная ситуация приходит человек доктор у меня последние там месяц проблемы со сном а что же случилось ведь у меня мало глубокого сна а что ж такое а его трекер купил он меня показывает 20 минут а пишу что нужно там два часа вы сами так как спите самурит нормально сплю но правда меня теперь беспокоит и я уже как-то чувствую что что-то не так прослушки на выбросьте трекер и спите опять хорошо другое дело может быть реально у вас какие-то проблемы но здесь если ситуация тянется у вас больше трех месяцев то значит это уже хроническая ситуация и она к сожалению сама по себе не пройдет а тут нужно понимать что у нас больше 70 болезней сна и в этом смысле никаких таких четких рекомендаций потому как улучшить сон без должного обследования причем допустим дефицит витамина d плохой сон дефицит витаминов группы b плохой сон недостаток железа плохой сон бессонница избыток гормонов щитовидной железы пожалуйста бессонница апноэ сна синдром беспокойных ног бессонница то есть нужно разбираться проводить соответствующие обследования анализы и так далее но база это вот ту книгу которая показывал до советы по здоровому сну в 50 процентах случаев можно улучшить сон или даже избавиться от бессонницы не тем что лечить человека с тем что нормализовать образ жизни режим ограничения кофеин содержащих продуктов увеличение интенсивности физической нагрузки информационный detox прогулки перед сном ну то есть здоровый образ жизни который способствует здоровому сну и в этом смысле начинать всегда нужно именно с этого прочитайте внимательно эту книжечку если уж не справитесь тогда обращайтесь к сомнологу который должен разбираться почему же у вас так мало глубокого сна и почему вы так плохо спите но это тогда уже будет медицинская консультация и медицинский диагноз и Субтитры создавал DimaTorzok